Всем привет! Меня зовут Роман Горбачев, я основатель и директор логомашины. Наверное, многие меня знают, или логомашину как минимум. Мы известны тем, что делаем бешеное количество логотипов фирменных стилей. Сделали логотип для Pandao, для Nitalo, для Capsule, GetAid, Etlan Coffee, если кто в Питере. Сделали адекватный логотип для John Fodor. И мы настолько много делаем дизайна, что, скорее всего, среди вас тоже есть наши клиенты. Работаем на 20 стран, что очень-очень прикольно. И сегодня я вам буду рассказывать вот про это, про руководство людьми. Да, как вы поняли из этого слайда, мне довольно сложно руководить людьми, я честно скажу. Я не из тех парней, которые прирожденные лидеры. И как-то у меня это все так легко получается. И для вас это хорошо, потому что я знаю мать часть. Я могу вам рассказать, как это происходит, когда у тебя это нифига не получается. И первое, что я хочу. Я хочу вообще успеть рассказать про двух авторов, которые вам очень помогут, если вы стали руководителем не по призванию, а по обстоятельствам. Кстати, есть тут такие, кто как бы стал руководителем вот по стольку-поскольку. Типичная ситуация, потому что я на самом деле на менеджеры учился. Ну то есть это управление, тыры-пыры, но я ничего в этом не понимаю. И я думал, я один такой. Я думал, все вокруг эффективные менеджеры, а я такой типа не разобрался. А на самом деле чуть ли не большая часть руководителей, они стали руководителями по стольку-поскольку. Запустили свою фирму, их повысили на работе, что-то начали пробовать, оказались самыми выдающимися, и их сделали руководителем. Поэтому всем, кто хочет изучить матчасть, я рекомендую сначала вот этого мужчину. Я думаю, многие, да. Это было «у» или «у»? Я не понял. Он суперкрутой, он выступал перед Медведевым. И чем он крут? Не тем, что он выступал перед Медведевым, а тем, что он всю жизнь ботает одну и ту же тему. Он долбится в одну точку, и он уверен, что он понял четыре типажа управленцев, четыре типажа руководителей. Я сейчас для тех, кто не в курсе, в двух словах расскажу. Первый типаж — это производитель. У нас среди дизайнеров где-то года два назад был один дизайнер, который работал больше всех. И за то, что он работал больше всех, мы его торжественно сделали арт-директором. И знакомая история, да? И это типаж руководителей, которые очень круто делают что-то руками, и за это их делают руководителями. И стиль управления такого человека заключается в том, что он все за всеми доделывает. Потому что он лучше всех все знает, никому не может ничего доверить, и очень много перерабатывает. Наш арт-директор работал точно так же, оставался до ночи, перегорел. И в принципе это вот такой типаж руководителя. Про второй типаж руководителя, который называется администратор, я вам ничего не скажу, потому что я его полная противоположность, я ничего про него не понимаю. Но если предыдущий спикер не обидится, это он. Вот эти все типа скрамы, ноушены, там типа фотки с корпоратива. Я вот его слушаю, и я понимаю, что это суперкруто, и это суперполезно. Если бы я это внедрил, я бы, блин, зарабатывал в два раза больше. Но мне это настолько ненативно, мне настолько это сложно все. И у меня с этими людьми, ну, как бы такой природный дисбаланс. Хотя на самом деле мы с ним были бы великолепной командой, потому что мой типаж вот этот, это предприниматель, я думаю о будущем, я думаю такими какими-то большими материями, и мне очень не хватает вот этого чувака. Я его вообще не понимаю, и, ну, да, соответственно, он не нужен. Я про это еще скажу. И последний тип — это интегратор. Это человек, который думает о том, кто будет делать, думает о команде, о людях. Такие руководители тоже есть, они более приспособлены к тому, чтобы руководить. То есть это более нативные. На самом деле здесь нет хорошего и плохого, просто если вы руководите, супер важно знать, во-первых, ваш тип, то есть к какому типу вы относитесь, и, во-вторых, тип тех людей, которыми вы руководите. Я сегодня за лучший вопрос подарю книгу этого автора. Я ее только что купил, да, и я ее еще не читал. Сейчас расскажу одну постыдную историю. Я ее очень стесняюсь, она произошла в 2010 году, и зато она очень круто иллюстрирует эту штуку. Напомню, я отношусь к типу предпринимателей, и поэтому в 2010 году я прочитал «Богатый папа, бедный папа», адски зафанател от идеи пассивного дохода, и сделал свой YouTube-канал. У меня был вот такой YouTube-канал, это я еще был студентом, YouTube особо тогда не был развит, и там были такие тесты, типа «угадай, где флаг России» и прочее, прочее. И план у меня был такой. Получить партнерку, а партнерка позволяет зарабатывать на своих видео, подключить к своим видео монетизации, а дальше типа посмотрим. Мне хотелось получить партнерку. Это все, о чем я думал. А, все, я вспомнил. Я был первым в России, кто получил партнерку от Гугла. Мне пришло маленькое бумажное письмо из Гугла, я распечатал, там был какой-то код, я его ввел, и мой канал начал монетизироваться. И я, как истинный предприниматель, решил проверить первую гипотезу, взял 4000 рублей и вложил в рекламу своего канала, чтобы получить с рекламы внутри моего канала какие-то деньги. И гипотеза прошла вот так. Утром я вложил 4000 рублей, купил пост ВКонтакте в паблике iFeed, как сейчас помню. Не знаю, есть он сейчас или нет. И вечером я получил 8000 рублей с рекламы внутри моего канала. Спасибо, спасибо. Это пока хорошая часть, сейчас будет грустно. Экономика понятная. РАИ 200%, x2, не знаю, как вы считаете, плюс 4000 рублей в кармане. Что я должен был сделать? Я должен был взять эти хотя бы 8000 рублей, вложить еще раз, получить 16. Я должен был взять кредит на 100000 рублей, вложить, получить 200000. Ну понятно, да? Короче, за полгода работы над своим каналом я получил некую машинку по производству денег. Я вкладываю, получаю x2. Что я на самом деле сделал? Абсолютно верно. Ничего. Я не знаю, я себя чувствую полным идиотом, когда это рассказываю, но тем не менее это правда. Я просто взял вот эти 8000 рублей, гипотеза доказана, экономика сходится, все. Как бы мем смешной, а ситуация грустная. Это иллюстрация того, насколько типаж предпринимателя странный. Я постоянно ловлю себя на мысли, что я делаю такие вещи и в бизнесе. То есть сейчас вот я тестирую там очень одну крутую идею, и я понимаю, что как только я ее детестирую, мне нужен будет человек. Вот я ее тестирую, 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 и потом я как бы она сработала, и я так... И мне нужен человек, который это подхватит, и, кстати, этот человек должен быть администратором. И скажет, клево, гипотеза сработала, а давай теперь это делать каждый день. Постоянно брать 8000, 16, 32. И этого человека мне очень не хватает. И первый урок, который я бы хотел из этого извлечь, это то, что тебе нужны люди, не похожие на тебя. Это очень важно. И иногда эти люди тебе даже не нравятся. То есть ты не разделяешь их интересов, у них какие-то хобби, собирать кораблики в бутылке. Я настолько неусидчивый, что я не могу представить, как это может кому-то нравиться, но тем не менее эти люди, они тебя очень хорошо дополняют. Это вот, наверное, такой важный урок, который я выучил. И это дота. Если вы знаете, да, может быть кто-то играет. И в хорошей команде в доте есть большой здоровый персонаж, на которого все нападают. Есть персонажи, которые не такие здоровые, но они дофига урона наносят. И есть персонажи, которые им помогают. Но если кто-то играл в доту, то вы заходите, все пикают вот этих персонажей, все хотят убивать. Или в дворовый футбол, если вы играете, все хотят быть Роналдо, все хотят забивать, а толстый идет на ворота. Но в хорошей команде толстый не идет на ворота. В хорошей команде есть некий баланс, каждый играет свою роль. То есть эти чуваки вообще никого не убивают, но они саппортят, они лечат, они отводят. Много чего они делают. Вот. И если вы посмотрите на любую команду, Мстители, кто там у нас еще, Стражи Галактики, Манчестер Ринайтед, Битлз, у них у всех есть роли. Паул Маккартни один, есть Ринго Стар, он отбивает ритм. И единственный вопрос, который возникает, а неужели кому-то по кайфу играть за этого персонажа, который никого не убивает, не светится, просто всем помогает? Или неужели кому-то по кайфу играть за большого здорового персонажа? И оказывается, что да. И тут я хочу отнестись ко второму мужику, который тоже всю жизнь ботал одну тему. Это Абрам Маслов, если я не ошибаюсь, он одессит, но переехал в Америку, стал Абрахам Маслов. И он всю жизнь изучал, что мотивирует людей. Это абсолютно потрясающе, когда человек всю жизнь изучает какую-то маленькую узкую тему. Он не становится... Либо он сходит с ума, либо он становится с ней профессионалом. И Абрахам, судя по всему, стал профессионалом. И есть такая штука, я думаю, вы все слышали. Пирамида Маслов. Так вот, это не пирамида. Никогда не думал, что скажу со сцены слово. Это не пирамида, как будто бы я вас завлекаю в какую-то пирамиду. Прикольно. Да, так вот, это не пирамида. Это просто вы приводите своих знакомых, делитесь... Не, нифига. Он никогда не называл это пирамидой, потому что там нет иерархии, нет такого, что одни потребности типа крутые, а другие потребности типа для лохов. Они все плюс-минус одинаковые. И эту интерпретацию я получил от Юрия Самолов. Есть такой тренер, я не знаю. Да, Самолов Групп. Он не супер раскрученный, и он не платит мне за рекламу, но впервые в такой формулировке я услышал это у него. Мне это показалось очень полезным. Он говорит о том, что у людей есть всего шесть типов мотивации. То есть плюс-минус любая мотивация относится к одному из шести типов. Первый — это деньги. Понятное дело, что деньги нужны всем, но есть определенный тип людей, для которых зарабатывать деньги — это некая игра. Они не могут остановиться, их мотивирует само наличие денег. То есть они уже купили все, что хотят купить, они не испытывают нужды, но тем не менее сам факт зарабатывания денег их мотивирует. Есть другие люди, которых мотивирует имидж. Этих людей довольно легко вычислить, потому что все, что они говорят, как-то так или иначе связано с ними. Они одеваются определенным образом, им важно, как они выглядят, и они могут, например, поступиться деньгами в пользу имиджа. Есть люди, которых мотивирует безопасность. Это люди, которым важна стабильность. Я думаю, у многих есть такие работники, которым важно, чтобы их не трогали. Они сидят и работают. Есть люди, которым важно психологическое удобство. Это разговор о том, какие отношения в коллективе. Это разговор о том, отношения с начальниками, с подчиненными, чтобы все было комфортно. Есть другое удобство, удобство физическое. Это непосредственно, насколько далеко работа находится от метро, насколько удобное кресло, насколько быстрый компьютер и прочее, прочее. И последнее — это саморазвитие. Люди, которых драйвит саморазвитие. И очень важно понимать, с кем вы работаете. То есть основная проблема… Да, это все можете сфоткать. Основная проблема, которая возникает у многих руководителей, как я ее сейчас вижу, в том, что они разговаривают со всеми людьми на своем языке. То есть вот меня, например, драйвит имидж. И не зная этой всей штуки, я бы со всеми разговаривал на языке имиджа. Я бы всем своим работникам говорил, смотри, мы логомашины, мы делаем больше всех, мы выходим на мир, мы будем самыми большими. Но есть работники, которых это вообще… Для них это пустой звук или наоборот. Если у человека, например, драйвер безопасности, его это только пугает. Я ему рассказываю, он думает, блин, а как же моя стабильность, и прочее, прочее. Да, ну это как бы не шутка, это так и есть. И очень важно научиться… Еще Евгений Леонов, такой актер, который Винни-Пух озвучивал, он говорил, что я могу не учить роли, я могу не вникать, что там происходит по сюжету, просто скажите, какой у моего персонажа мотиватор, что его драйвит. Ну, он так не говорил, драйвит. Он говорил, что типа им движет, да? Например, там физическое удобство. Все, и он будет играть так, как будто бы для персонажа это важно, и он все поступки будет сверять вот с этим вот мерилом. И давайте еще маленькое такое упражнение. Кто смотрел сериал? Кайф. Давайте быстренько пробежимся. Какой основной мотиватор вот у этого персонажа? Вообще, без сомнения, имидж абсолютно слил кучу денег на то, чтобы провести какую-то вечеринку. Всегда говорит, а как будет называться моя должность? Ну, все понятно. А вот у этого парня какая мотивация? Кто? Психологическое удобство постоянно говорит об отношениях, его можно легко обидеть, он очень ранимый. А что для него абсолютно не важно? Имидж. Вот больше всего, больше всего, ну, как я заметил, я бы сказал, что физическое удобство для него не важно. Он спал где-то в гараже, насколько я помню, его выселили из квартиры, ему это не важно, ему важно, как к нему относятся. То есть его, например, не обидит, если вы скажете, слушай, дружище, тебе придется поработать там за тормозящим ноутом. Он скажет ничего страшного. Но если вы как-то к нему отнесетесь, если он почувствует какое-то пренебрежение или плохое отношение, для него это будет ощутимо. То есть там какие-то подвижки по зарплате еще почему-то для него не важны. Этого парня что мотивирует? Скорее, да, скорее в саморазвитии. А что для него не важно? Деньги, да, он отказался от большой суммы денег. Может быть, имидж не важен, но тут психическое удобство, ну, такое. Не знаю, не могу-то прям однозначно сказать. Эти ребята, давайте их вместе, они очень похожи. Ну да, да. Для них, для бога, давайте я заспойлерю, для них важен имидж и имидж программиста. Очень часто разработчики, разработчикам не важен имидж. Внешне они могут ходить в растянутом свитере, но как их воспринимает другой разработчик, для них супер важно. Да, так и есть. Поэтому вторую вещь, второй урок, который я для себя вынес и который я хотел бы вам сказать, это то, что существуют люди, которых адски мотивирует то, что демотивирует вас. То есть, например, я вот терпеть не могу возиться с договорами, с какими-то платежками, для меня это все такая ерунда. И я думаю, господи, кто может вот этим заниматься? Тем не менее, у меня есть замечательный финансовый директор, который приходит и весь ее рабочий день состоит в том, что для меня на самом деле является каким-то наказанием. И точно так же и обратно. Есть люди, которые не понимают, как вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь, потому что у них просто другой. Как можно быть предпринимателем, постоянно находиться в условиях неопределенности, если у человека, например, драйвер безопасности, он просто не понимает, как так можно жить. Вот, это очень важная штука. Условно говоря, на любую работу найдется человек, который будет от него кайфовать, который скажет вау. Это все, что я хотел рассказать. Это мой. Спасибо. Вопросы? Погоди, погоди, это мой телеграм-канал, я же не порекламировал. Вот, подписывайтесь. А, да, подождите, еще за лучший вопрос. Сейчас. Вот такая книжка, «Одизис для лидеров». Это первый автор, про который я сегодня говорил. Я ее не читал, но рекомендую. Привет, меня Костя зовут. Привет, Костя. А что тебя вот больше, больше всего мотивирует, я распределю ли это ты как приоритеты, и что тебя вот вообще сильно демотивирует? Хороший вопрос. Ну, если лично про меня, можно быстро разложить. У меня в интервью сильно две вещи, саморазвитие и имидж. Если я понимаю, что я не развиваюсь, я делаю какую-то одно и то же, день за днем, я вот затухаю. Если я делаю что-то неэстетично, некрасивое, неинтересное, неоригинальное, я точно так же затухаю. Поэтому это вот мои два драйвера, соответственно, я их довольно хорошо знаю, довольно хорошо чувствую, когда вот это выгорание или что-то еще связано конкретно с тем, что я делаю то, что мне не совсем свойственно. И такую работу, какую-то рутинную работу вполне можно переложить на тех, для кого это естественно, кого это мотивирует. Еще вопросики есть? Я обучаюсь в университете по специальности менеджмент, и я хотел бы узнать, как вы обучались, хотел бы узнать, вот все знания по менеджменту сейчас, которые я изучил, все-таки это теористический аспект, и я хотел бы узнать, как это применить на практике, так как в моей жизни были проекты, где я единолично занимался какими-то процессами, и набрать команду в начале этапа достаточно трудно. Так как же применить это? И где это сделать? Ну, я бы советовал пойти на стажировку, как минимум. Сказать, что я учусь на менеджере, я менеджер, дайте мне там пару человек что-то поуправлять. И скорее всего, скорее всего, ты офигеешь. Это очень тяжело. И ты начнешь делать все своими руками, и никакой менеджера с тебя не получится. Но у тебя будет опыт, потому что, ну, мне это дается сложно, это тяжко, это такая вот штука. И с ней надо столкнуться. То есть вся вот эта теория, что ты придешь, скажешь, ребята, там тыры-пыры, она рассыпается вот при первых же флуктуациях. Поэтому я думаю, в какую-то компанию тебе надо вписаться, почувствовать это, в любую вообще, неважно в какую. У нас есть стажировка для менеджеров, кстати. И, ну, ты офигеешь, как это тяжело. Да. Вот. Такой у меня совет. Здрасте. Меня зовут Артем. Гора Студио еще раз. Маленький, но очень важный вопрос. Как вас угораздило? Ну, то есть, вы учились на менеджере, и тут кто вам открыл врата в дизайн? Как заполучили Джона Федора? Это, наверное, несложно. Это вот первый вопрос, первая часть вопроса. Хорошо. И вторая часть вопроса, это, ну, как вы собеседуете дизайнеров? Супер. Спасибо. Первая часть вопроса. Я отвратительно учился, и я когда сдал диплом, я его не стал забирать, потому что я не чувствую, что я менеджер-экономист, я ни черта в этом не понимаю. Вот. А учился я отвратительно, потому что я занимался дизайном непосредственно. Да, все это время я работал дизайнером и потом арт-директором, а потом основал свою компанию. Вот. Это как меня угораздило. Про Джона Федора я знаком, кстати, с автором этого логотипа, я имею в виду исходного логотипа, очень интересная девочка, всем советую на нее подписаться. И логотип мы сделали по своей инициативе, просто чтобы хайпануть, и на ВСИ мы тоже его выложили, и хайпанули знатно. Вот. До сих пор отголоски, люди приходят, говорят, о, видели там Джона Федора, прикольно. А вторая часть вопроса, вторую часть вопроса я забыл. Собеседование дизайнеров. Мы сейчас дизайнеров вообще не собеседуем, у нас абсолютно другая система, у нас закрытая команда, сейчас там в ней 100 человек, абсолютно распределенные, удаленные из своих городов, и собеседования нету, есть входной билет, после которого человек становится либо мастером джедаем, либо джедаем, либо подаваном, либо юмлингом. И вот и все. А потом они там варятся внутри. Как они заходят туда? Просто стучаться. Типа хочу с логомашиной работать, мы говорим, еще рано. Вот как, ну, плюс-минус так, сейчас дизайнеров очень много, сейчас тренд в том, что дизайнеров безумно много, и как бы этим грех не пользоваться, грех на этом не строить компанию. Спасибо. Да. День добрый, Максим меня зовут. Вопрос такой, по Адизесу, там, по-моему, насколько я помню, один человек может владеть две-три максимум классификации. Вопрос, может ли в течение жизни измениться? То есть, образно, был предпринимателем, стал администратором. Такие кардинально. Мне надо подсмотреть, я не знаю. Адизес говорит, что нет. Адизес, а реально, в вашем примере? В моем примере тоже нет. Я вот как был, так и остался. Вот как себя не... Я как-то работал, я делал баннеры, а баннеры, это очень такая щепетильная работа, тебе надо сделать один, куча ресайзов, и я чуть с ума не сошел. Это настолько не мое, вот сидеть, что-то кропотливо делать. Вот придумать, да, сделать нет. Адизес говорит, что нет, что вот как человек родился, плюс-минус, он вот таким и умрет. То есть, как бы это ни печально было, но это факт, с этим просто надо научиться жить, научиться понимать себя лучше. Вот, так что я такой же точки зрения придерживаюсь. Так, у кого там микрофон? Давай, жги. Добрый день, добрый вечер. Меня Марк зовут, вот мне 19 лет, занимаюсь маркетингом, уже как 3 года, вот, ушел из института, там, ну и вот эта всякая история. Короче, у меня команда... Стартап у тебя нет? А? Стартап у тебя нет? Не, короче. Короче, смотри, у меня вся команда состоит из ребят, которым там по 18, по 19 лет. Они просто крэйзи, очень крутые ребята, делают офигенные результаты, но они, но они неуправляемые. И я вообще не знаю, что с этим делать. Мне пытаться вообще хоть как-то их к какому-то там типажу отнести? Или это вообще какая-то абсолютно там другая история? Слушай, ну прикольно, что ты... Тебя Марк зовут? Марк, да. Ага. У тебя большое будущее. У всех людей, которые в 19. И кого зовут Марк, они обычно хорошо заканчивают. Слушай, ну да, надо пытаться. Тут мне очень часто задают вопрос, Роман, а вот творческие люди, как вы ими управляете? Ну для меня это вообще не вопрос, ну так же, как любыми другими, даже попроще, честно говоря. То есть какими-нибудь продажниками мне сложно управлять, а вот дизайнерами я их прекрасно понимаю, что их драйвит, что их мотивирует. Ну по крайней мере, мне так кажется. Поэтому да, пытаться надо, надо фигачить, надо учиться. Ну это твоя проблема, что если ты как руководитель, ты пока еще недостаточно зрелый. Ну и я тоже недостаточно зрелый, тут как бы без этого. Хорошо, спасибо большое. Там далеко где-то есть вопрос. Я думаю, не надо дискриминировать. Да ну ладно, дойди уже. У меня просто здрасте. Привет. У меня схожий очень вопрос как раз про управление творческими людьми. Супер. Потому что я сама доучилась на художника-дизайнера, я знаю, что это очень безответственные люди бывают, которые просрачивают все сроки и так далее. Какая специфика именно управления именно творческими людьми? Ну, лайфхаки такие жизненные. Слушай, ну лайфхак творческий, тех людей, с которыми я обычно работаю, драйвит имидж, что они клевые дизайнеры, и саморазвитие, что они что-то вот прокачиваются. Как только они чувствуют, что они уперлись, вот они в логомашину попадают, они очень быстро прокачиваются, но когда они чувствуют, что в принципе уже день от дня одно и то же, они затухают. Поэтому я через это строю. То есть через то, какой у них имидж, у них есть вот эта иерархия, про которую я сказал, соответственно, она для них что-то значит. И то, что они всегда развивают, всегда какие-то новые вызовы. Вот. Плюс-минус так. Ну, опять-таки, тут по-всякому бывает, я встречал дизайнеров, которые ничего не просрачивают, я встречал дизайнеров, которых мотивируют только деньги, им важно больше и больше сыровать. Есть разные типажи, но чаще всего, конечно, это про саморазвитие, потому что дизайнером так и становишься. Ты что-то ковыряешься, колупаешься и оп, ты дизайнер. Вот. Поэтому вот такой инсайт, не инсайт, не знаю. Давайте последний, наверное, что у нас там по таймеру. Да, добрый вечер. Привет, я тебя не вижу. Да, 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 я здесь. Меня зовут Себастьян, я в настоящий момент вообще занимаюсь не IT, не дизайном, ничем. У меня два маленьких кафе японского стритфуда, я там жарю шарисы с многом. Вот. Собственно, сейчас вопрос не об этом, да, ну вот, я уже достаточно долгое время, да, смотрю вот на то, чем занимаются другие люди. Мирон такой большой, все делают кучу-кучу всего, там, вот вы дизайном занимаетесь, там, кто-то там приложение делает. Все так круто, все так интересно, да, и, ну, естественно, у меня есть в планах, да, попробовать что-то кроме шаров с осьминогом и что-нибудь сделать. Вот. И, собственно, по типу, вот то, что вы описали, я себя вот тоже, наверное, отнес к предпринимателю, и для меня есть вот такая внутренняя сложность, я не знаю, как находить вот эти дополнительные три слагаемых, да, те три типа личности, которые вот есть в этой таблице. Как вы находите таких людей, как вы тестите это, как вы подбираете этих людей под себя? Слушай, ну, обычно открываем вакансию на Headhunter, они как бы приходят, а вот потом на Сабесе, ты на Сабесе никогда не можешь сказать, подойдет человек или нет, ну, не знаю, смотря какой у тебя кейс, если ты хочешь просто найти там партнера какого-то, это там, ну, я не могу тебе дать совет, это обычно браки заключаются на небесах, это происходит случайно. Вот. А в плане людей есть определенная методология, как тебе, не то, чтобы найти подходящего, вот именно такого, а отсеять неподходящих. То есть, если тебе нужен условный администратор, ты задаешь вопросы, условно говоря, а что вам нравится, если человек говорит, мое хобби это там, не знаю, горные лыжи экстремальные, то скорее всего он не администратор. Ну, плюс-минус я сейчас утрирую. И ряд таких вопросов, он как раз таки и отсеивает тех, кто плюс-минус подойдет. То есть, это уже такой чип-лист, который вы сами составляете, или когда там на основе выходя из тех, кто-то там, ну, ну, вот тот же Юрий Самолов мне его дал, то есть я проходил большой дорогущий тренинг, но я им очень доволен, и, соответственно, от него вот эта технология у меня есть. Ну, подробно сложно рассказать, она довольно такая объемная. Вот. Ну, плюс-минус это некое решето, через которое ты отсеиваешь человека. Ну, на вакансию администратора, условно, не придет, скорее всего, не придет там предприниматель, а если придет, ну, я очень часто такое вижу, что человек приходит, и он не понимает, какой у него самого типаж, он хочет что-то делать, несвойственное ему. Это, ну, легко заметить, если ты об этом думаешь. Я очень часто по молодости тоже нанимал на работу настолько неподходящих людей, просто противоположных. Человек, который адски неусидчивый, я его сажал менеджером, которому надо внимательно там что-то заполнять. То есть, ну, эта вещь, ну, с опытом приходит, плюс-минус. Что у нас? Есть еще время для двух вопросов. Этот уже был, давай вот туда. Я против дискриминации по признаку, кто где сидит. Сзади тоже сидит. А, о, я тебя знаю, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, типа мотивации, ты перечислил, как на запуске проекта можно определить, что у клиента екнет? Прикольный вопрос. Слушай, ну, по клиентам я довольно быстро определяю. Есть люди, которые говорят о себе. Мы крупнейшая компания. Особенно прикольно, когда они это все говорят. Мы вот взлетаем, у нас 5000 рублей на логотип. Такие тоже бывают. Их драйвит имидж, их драйвит то, какие они есть. И презентовать условный дизайн этому клиенту надо так же. Ему зайдут билборды посреди Лас-Вегаса, что вот ваш бренд здесь. Ему зайдут, есть такой прием, ты говоришь, мы подсмотрели этот тренд у Apple или у Теслы. И чувак говорит, блин, нифига себе, у меня будет так же, как у Apple. Его это драйвит. Ну, на самом деле, типаж вычислить не так, ну, не сложно, если ты этим периодически занимаешься. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Есть чуваки, которых драйвят только цифры, деньги, конверсии. Они про это, ну, открыто говорят. Это сложно скрыть. Вот. Соответственно, ну, как-то так, плюс-минус. Ну, давайте последний. Ура. Привет, меня зовут Артемий. Привет. По вашей классификации интегратор. Хотел бы узнать, отслеживаете ли вы как-то, куда уходят люди после влога машины, то есть, конкурентам, клиентам, в какую-то другую отрасль? Я не отслеживаю, но за последний месяц мы с очень многими людьми расстались, и очень многие перешли в студию, которая вот очень близко к нам находится, поэтому я знаю, что они там. Вот. А так в целом, я даже не понимаю, зачем ты это спрашиваешь, если честно. Нет, как-то не отслеживаю особо. Ну, я знаю, это сплетни называется. Спасибо. Пожалуйста. Это быстро. Можно еще вопросик? Ну, давай, давай, ты тут рулишь временем. Привет, спасибо за лекцию. Привет. Меня зовут Демьян. Вопрос мотивации, пусть даже человек подразделяется на какой-то из типов, но мотивировать кнутом или пряником, премия или штраф? Мотивировать кнутом и пряником. Это называется мотивация от, мотивация к. В каких пропорциях? В пропорциях примерно пополам. То есть ты создаешь какой-то мотиватор, говоришь, ребят, если будет все хорошо, будет вот так. Но если будет все плохо, будет вот так. И типа это не дает расслабиться и дает к чему-то стремиться. Ну, по крайней мере, меня так учили, плюс-минус, я стараюсь что-то подобное делать. Иногда не получается, иногда я перебарщиваю с кнутом, иногда с пряником, иногда со всем. И вот такая тема. Мотивация от, мотивация к. Это можно легко почитать, это довольно известная тема. Вот, такой у меня ответ на твой вопрос. Спасибо. Ну что, всем спасибо. Давайте я вручу, вручу, вручу. Знакомым вручать не буду, хотя вопросы были хорошие. Давайте я вручу Марку. Да, ты мне прямо запомнился. Держи, надеюсь, ты станешь хорошим руководителем. Вот, ребят, всем спасибо, что послушали. Если какие-то интимные вопросы, я еще тут побуду, можно задать. И что у нас сейчас, Кость? Сейчас аплодисменты Роману. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok.